Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 7 февраля, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых. Григория, Анатолия, Владимира, Петра, Василия, Стефана, Бориса, Феликса, Филиппа. Пусть мир и Божье благословение пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божьей в добрых делах и благих начинаниях. Сегодня православная церковь совершает память святого Григория Богослова. Святой Григорий Богослов был сыном Григория впоследствии епископа Назианского и Нонны, женщины высоких нравственных правил. И еще до рождения сына она обещала посвятить его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, данное ему матерью, святитель Григорий почитал самым для себя важным. При выдающихся способностях святой Григорий получил прекрасное образование. Он учился в школах Кесарии и Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом в Александрии, где изучал творения Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился со святителем Василием Великим, с которым знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой высшей школы. У святых друзей в Афинах была одна комната. Один образ жизни, им были знакомы только две дороги. Одна вела в Храм Божий, а другая — в училище. В Афинах святый Григорий познакомился с Юлианом по прозванию Отступником, который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи. И оставил живое изображение этого злого и коварного врага церкви. В возрасте 26 лет святой Григорий принял крещение. После возвращения на родину святой Григорий долгое время уклонялся от занятия какой-либо общественной должности. Размышления о Боге, молитва, чтение Слова Божьего, писание вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям были его занятием. Некоторое время он проводил с другом своим Василием в его пустыне, и это время почитал самым счастливым в своей жизни. Его отец, бывший уже епископом к тому времени, нуждаясь в помощники, вызвал его из Васильевой пустыни на Зианс и рукоположил в пресвитера. Уже этот сан, как так устрашил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастыне. Между тем, друг его Василий Великий уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, святитель Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре. Но святой Григорий уклонился от принятия этой почтенной и влиятельной должности. Через некоторое время после этого состоялось посвящение Григория в епископа города Сосима по тайному соглашению архиепископа Василия с отцом Григория. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и в качестве соправителя векария продолжал служить своему родителю и пастве на Зианске. В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним и его мать. Святой Григорий продолжал некоторое время труд отца по управлению на Зианской церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет. Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он, прибыв туда в эпоху самого сильного владычества Ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице. Святой Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат он обратил в храм, назвав его Анастасией, что значит воскресенье, с надеждой, что здесь воскреснет православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему тайных убить. Но народ, узнав своего истинного пастыря, и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к магниту, по выражению святого Григория. Сильным своим словом, примером своей жизни и пастырским усердием, он побеждал врагов церкви. Люди в огромном количестве истекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели волновались около его кафедры подробно бурному морю, громко выражали знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы увековечивали его слова. Ежедневно тысячи людей из Ересеи возвращались в православной церкви. Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия, упорствующие ариане были изгнаны из храма в столице. Когда обнаружилась ересь Македонии, святой Григорий боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав, «Прощай, кафедра, это завидная и опасная высота». Святой Григорий удалился в родное селение Арианс, вблизи Назианза, и здесь, в строгих аскетических подвигах, провел последние годы своей жизни. За свои замечательные богословские творения святой Григорий получил от церкви почетное наименование богослова и Вселенского Учителя, за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью. Церковь в одной из молитв называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы Святым Иоанном Дамаскиным и другими для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей святого Григория до сих пор источают дивное благоухание. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословения пребывают с вами! Субтитры создавал DimaTorzok